Площадь Нахимова, Графская пристань О кормить, опоить Как мы поняли, декоративные павлины содержатся в неудовлетворительных для них условиях Живые существа, просто бизнес Двое молодых людей и девушка продолжают активно зазывать фотографироваться И, кстати, желающих сделать снимок на память, пока мы наблюдали за процессом, оказалось немало Дальше мы появляемся с камерой Вы берете деньги за то, чтобы сфотографироваться с голубями И, во-первых, вы развели здесь срач В общественном месте, голуби здесь, посмотрите Мы убираемся за ними Каждую неделю мы убираем Каждую неделю Полина На каком основании вы ведете здесь незаконную деятельность? Ваши разрешительные документы покажите, пожалуйста Нету с собой Давайте звонить, кто может туда принести Ради бога, хорошо Через некоторое время здесь появляется еще одна девушка Быть может, она принесла документы Но нет И она явно нервничает Вначале говорит, что пришла просто к друзьям Что просто здесь отдыхает Что переноски не ее Но затем... Так вы разберитесь, ваша или не ваша? Хорошо, пусть будет моя Вы хотите забрать? Это моя вещь, да Звоните Вызываем правоохранительных органов Вы ведете незаконную деятельность на территории города Убегают Дальше наблюдаем за процессом Как эта девушка собирает голубей в переноске Обратите внимание Будто картошку в мешок Берите это Мне не нравится Непонятно? Вы какая-то... Недалекая, что ли? В каких условиях вы их храните? Это уже не ваше дело Покажите документы Да ничего показать не буду На вашу деятельность Ох И что? Чего вы добиваетесь? Вот это итог Так, как зарабатывают на туристах Наряд полиции прибыл Но даже им Никаких разрешений лжепредприниматели не показали Да просто показывать Видимо, нечего Мы написали заявление в полицию Бизнесменов забрали в отделение Но знаете, сомнений нет Что они продолжат зарабатывать незаконным путем Ведь штраф, который они заплатят Всего 500 рублей В этой ситуации жалко только пернатых Еще один способ, как заработать на туристах Так это реализация магнитов С достопримечательностями Севастополя В центре города таких точек Сейчас несколько десятков Но вот разрешительных документов На торговлю тоже Ни у кого нет Покажите разрешение на введение Торговой деятельности Пойдите, а нам покажете обязательно, хорошо? Какие нравятся? Мне никакое не нравится Ну, правильно Здесь только что тоже стоял Стенд с магнитами На той стороне тоже только что стоял Стенд с магнитами Пока мы общались с этой девушкой Эти лица скрылись Идем дальше В продаже подделки для детей Какие-то открытые баночки с красками Но вот безопасны ли они для малышей? А чем вы занимаетесь? Работаю Работаете? А что именно вы делаете? Фигурки с детьми раскрашиваю Раскрашиваете фигурки с детьми За деньги? Я не буду отвечать на ваши вопросы Набережная Корнилова Рабочий день в самом разгаре А чтобы как-то его разукрасить Решили тоже сделать себе фото на память Все, что подсказали Вы попали, ребята Вот кого уж точно мы не ожидали увидеть В исторической части города Так это коней Девушка, это сколько стоит? 300 рублей 300 рублей стоит Есть документы на разрешение На ведение деятельности? Да Покажите, пожалуйста Сейчас с собой нету А у кого есть? У начальства А почему у вас с собой нет Если вы вот этим занимаетесь? Они же должны быть при вас Белоснежка Вы считаете, в исторической части города Место лошадя? Да Почему? Они радость детям приносят Севастопольское телевидение Подскажите, есть ли разрешение На ведение торговой деятельности? Там у нас торговой деятельности Никакой нету Ну я смотрю, здесь написано Очки 300 рублей Плетение татухной косички Идите дальше, пройдите, пожалуйста То есть вы нас посылаете дальше? Отправляете дальше? Спасибо, значит здесь тоже нет разрешения Точки с мороженым, с напитками Со сладкой ватой Здесь не то, что разрешительных документов Здесь продавцы даже санитарную книжку Не смогли показать Это все-таки продукты питания Угу, все верно Ну снимайте, пожалуйста Меня не перешут У вас не снимают, снимают меня У меня не более не надо Нет, да? Есть разрешение, просто вам показывать не буду Я не хочу вам его показывать А чего вы ко мне подошли? Мне интересно, у вас есть разрешение? Вы занимаетесь за деньги У вас здесь местационарная торговая дочка Есть разрешение на день деятельности И вы ко всем так докапываетесь? Да Ну идите дальше Есть разрешение? Идите дальше Нет разрешения У вас есть животные? А можно посмотреть, что там за елка? А это не наше? Это не ваше? Там кто-то живет Но мы трогать чужое не будем Но там явно кто-то есть Там две маленькие шиншилки Спрятаны в такую переносочку Здесь вещи чьи-то Но хозяев мы не видим Подразумеваем то же самое Что, видимо, предлагают сфотографироваться С этими животными Но когда увидели нас, видимо, скрылись Все-таки пока от Графской пристани Мы дошли до арт-бухты Сарафанное радио сработало Потому что очень много точек Мы видим закрытый Потому что брошены стулья Брошены животные Брошены столы Так что мы попытаемся пройти еще дальше Дальше картина не изменилась Скрывшись в глаз предпринимателей Мы еще какое-то время подождали Но никто из них в этот день Не вернулся на рабочее место Как же борются с незаконной торговлей В исторических, знаковых местах города? Только с начала курортного сезона С 1 июня уже составлено 109 протоколов Работа ведется ежедневно По сути, круглосуточно И без выходных И вечером, и утром, и днем Соответственно, как только появляется Какая-то незаконная торговля Какие-то лотки Речь, конечно, не идет уже о каких-то там Павильонах в центре города Незаконных магазинах А речь идет о вот такой мелкой Разносной торговле Которая, к сожалению, еще появляется Откуда же столько бизнесменов-нелегалов? Может, просто рук на всех не хватает? За время нашего рейда В центре города Мы насчитали свыше 30 Нестационарных точек торговли Аналогичная ситуация И на набережной Балаклавы Женщина торгует кукурузой и инжиром Мужчина реализует клубнику Прямо на капоте машины С видом на бухту А почему вы покупаете здесь? Вы уверены в качестве этой кукции? Да Вы раньше пробовали? Да, пробовали И вы не опасаетесь Ни за жизнь ребенка, ни за свою? Нет Эта кубника действительно выращена на совесть Без химии, нитрат Возьмите сами, попробуйте Нет, спасибо Я в стационарных объектах торговли Не покупаю продукты Просто попробуйте для себя Спасибо большое Пожалуйста Документов нет? У меня нет Среди предложений Гадания на картах И по руке Предсказательница И в прошлое может заглянуть И судьбу разгадать Какие-то документы на осуществление Да, все есть Ваши, покажите, пожалуйста Нам собираются документы показать Но, видимо, где-то в укромном месте Девочки, а вы спрашивали Есть ли у этой девушки Право на работу здесь? Нет, не спрашивали Вы верите в это? Да Покажите, пожалуйста, ваши документы Девочки, пойдемте Девочки, вот, держите Почитайте Потом мне занесете Нас просто игнорируют Но мы понимаем То, что здесь Никаких документов Вообще Быть и даже не может Все, что осталось От магической принцессы Ну, видимо, она сюда все равно вернется Когда мы уйдем Но самое популярное предложение здесь Это морские прогулки Выход в открытое море На катерочках Скажу сразу Когда снимали на мобильный телефон Предложений покататься Поступало гораздо больше И скидки предлагали И бесплатные обеды Конкуренция в этом бизнесе Немаленькая Спрашивали Лицензия, страховка есть Говорили, есть Верили на слово Кто-то даже сразу показывал Но только мы появились С камерой и микрофоном А я не занимаюсь бизнесом Мы от вас услышали Что вы занимаетесь У вас есть лицензия на катер? Я просто приглашаю людей Как сотрудник? Нет Я не сотрудник Все есть Покажите, пожалуйста А пойдемте Только что прокровичали Палево-палево В этот момент мы поняли Это прозвучал сигнал оповещения Для капитанов и владельцев Маломерных судов Затем Многих предлагавших нам Морские прогулки Мы уже не увидели К слову Этот мужчина Который пригласил нас Посмотреть его разрешительные документы Все показал Лицензию, страховку И удостоверение Найти недобросовестных Так называемых предпринимателей Мы поняли Нам не удастся Поэтому решили узнать Как по правилам Должны быть оборудованы Маломерные суда И правильно ли эксплуатируются Ведь недавняя трагедия Под Сочи Унесла две жизни На прогулочном катамаране Рассчитанном всего на 10 человек Перевозили 55 человек В итоге Из-за перегруза Судно перевернулось Позже выяснилось У капитана не было Ни лицензии Ни страховки А 15 июля История могла повториться Но, как говорится Вовремя заметили В Лазаревском районе Сочи Задержали судно Перевозившее 23 пассажира Вместо положенных 12 Как маломерное судно Для того, чтобы человек Был уверен В его безопасности Должно выпустить То есть Мы должны что видеть Вы должны видеть Для начала Права Которые есть У человека На коммерческой перевозке Пассажирские коммерческие перевозки И лицензию На пассажирские коммерческие перевозки Это два основных документа Ну, как же И дальше идет уже Все, что касается Налоговый патент Свидетельствия Недельного предпринимателя И разрешение На выход в море От порт-контроля С документами разобрались Вместимость всех Маломерных судов Базирующихся в Балаклаве 12 мест Это включая Капитана И детей В наличии должно быть 12 спасательных жилетов Плюс два детских Это взрослые 12 взрослых Два детских Два спасательных круга Сигнальные огни Спасательные жилеты Это для того Они спасательные Так и называются Что они одеваются Тогда, когда суд Начинает уже Терпеть бедствие Детям одеваются Сразу жилеты Это по правилам Расскажите А вы перед тем Как садились сюда Узнали Есть ли лицензия У капитана Есть ли спасательные средства Да Все на месте Он открывал Показывал Все под лодочкой Вы уверены В своей безопасности Да, он показал Все Мы спокойны Но не все пассажиры На отдыхе Такие бдительные Уважаемые гости Скажите А вы перед тем Как садились на этот катер Узнавали Есть ли лицензия И насколько безопасен он А почему Сейчас я покажу Вы уверены в этом Мы доверяем Не поверим Счастливые пути На веренной нам территории Организована база стоянки В Балаклавской бухте Вся документация Дублируется проверками С проверяющих органов Все документы Хранятся у нас На базе стоянки Ориентировочно Около 800 судов В Балаклавской бухте И у всех У них есть лицензии Страховки Или нет Все-таки Не у всех Потому что Закон не подразумевает Лицензии У тех Кто Пользуется судом Для себя А только для перевозчиков Кто предоставляет услуги Хотели бы узнать О наличии Необходимой документации Для перевозки пассажиров А мы не коммерческое судно Мы частные судно Есть документы на воздух Есть доверенность Судовая роль Я не являюсь коммерческим судном Я перевозка людей Деньги Не берете? У меня приезжает сюда владелец Я его катаю Что ж Может и правда Катает только владельца судна Но стоит ли верить Ведь денег Все хотят подзаработать И как мы знаем Пассажиры зачастую Не интересуются наличием Хотя бы спасательных жилетов Что уже говорить О безопасности Хотя вообще Проходят ли такие судна Какие-либо проверки Полиция на транспорте Прокуратура ГИМС Все эти организации Могут проводить Самостоятельно проверки В случае нарушений 305-го постановления Или правил базы стоянки Капитанам Либо владельцам судов Закрывается выход После устранения Данных нарушений Выход открывается При повторном нарушении Могут на них Возлагаться штрафы И расторжение договора Способов поживиться На туристах Хоть отбавляй Но в первую очередь Никто не несет за нас Ответственности Кроме нас самих Хоть лето Это и время отдыха Но не стоит забывать О своей безопасности И все-таки Хоть на минуту Задумываться Какой услугой Вы хотите воспользоваться И что приобрести Руку честных ли граждан Вы позолотили Наталья Двойцевна Александр Тарасенко Анатолий Кукса Севастопольское телевидение Редактор субтитров А.Семкин